Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главах. Работу сделали, крыльцо восстановили. Однако жители 56-го дома по улице Ермековой этим недовольны. Об этом более подробно в репортаже Мирамгуль Салкимбаевой. Студентка вокального отделения помогла сотрудникам полиции задержать преступников. Об этом более подробно расскажу вам я, Нурила Туржан. К майской сессии готовится депутатский корпус. Они побывали на ТЭКС-3. Об этом вам расскажет Сергей Лисакозов. Карагандинцы становятся все более нетерпимыми к проявлениям вороства и насилия и помогают полиции пресекать преступления. Начальник департамента внутренних дел Карагандинской области Миргенбай Жапаров вручил благодарственные письма двум школьникам, которые помогли полицейским задержать педофила. Это случилось 9 апреля. Два 15-летних ученика 65-й и 54-й средних школ Андрей Перков и Аканди Данов на пустыре в 13-м микрорайоне заметили полуобнаженного мужчину, который совершал половой акт с девочкой. Увидев подростков, он попытался скрыться. Но юноши повели себя, как заправские сыщики. Они вызвали полицию, оббегавшего подозреваемого, что называется, вели, пока не подоспела помощь. Приехавшая опергруппа задержала 30-летнего маньяка. В этот же день отец 11-летней девочки и ученицы 5-го класса написал заявление в полицию. Задержанный находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Молодец, Андрей. Вырастешь, мы возьмем тебе орган в орган турнира. Поним? Друзья, республика Казахстан. А вот юная карагандинка помогла сотрудникам полиции задержать воров. В знак благодарности стражи порядка наградили ее памятными подарками. Подробнее расскажет Нурила Туржан. Героем сегодняшнего дня для сотрудников полиции стала хрупкая 20-летняя карагандинка. Всему причиной послужил ее мужественный поступок. Накануне она едва не стала жертвой карманников. Кража произошла среди белого дня, прямо в общественном транспорте. В тот день она собиралась навестить своего дедушку. Однако ей тогда так и не удалось к нему приехать. Я пошла на остановку и на тот момент я заметила людей, которые подозрительно выглядели. Когда я садилась в автобус, эти двое, толкаясь, начали заходить со мной. Тогда женщина встала впереди меня, а мужчина сзади. Потом эта женщина толкнула меня, мужчина за считанные секунды успел вытащить мой кошелек. По словам Инкар Рымбай, пропажу кошелька она заметила не сразу. Однако, когда пришло время платить за проезд, она обнаружила, что ее обокрали. Тогда в краже она стала подозревать тех людей, которые странно себя вели и толкались в автобусе. Затем девушка решила вернуться на ту остановку, откуда она села в общественный транспорт. И недалеко от места кражи она заметила подозреваемых и стала за ними следить. После, как поясняет девушка, она сразу же позвонила в полицию и сообщила им о преступлении. Однако сотрудники правоохранительных органов сказали, что приедут через несколько минут. И тогда хрупкая девушка решила действовать самостоятельно. Приняла меры по их задержанию. То есть попросила прохожего человека по имени Галам. И провели первоначальное мероприятие. Это нам облегчило в дальнейшем доказать их вину в ходе расследования дела. Сотрудники полиции в знак благодарности за храбрый поступок наградили девушку памятными подарками. А также подготовили для нее праздничный концерт. Брошившееся крыльцо дома по улице Ермекова продолжает волновать местных жителей. Напомним, 30 марта здесь случилась авария. Тогда аварийная бригада Караган-Десу была вынуждена разобрать крыльцо. После чего там образовалась трещина. Коммунальщики попытались крыльцо восстановить. Вот только работа жителей дома не устраивает. Почему, узнавала Миром Гульсалкинбаева. Помяните войну. Сейчас подождите. Апрель, май сейчас будет. Все так же и будет. Все на этом месте. Бригада Караган-Десу обещала еще неделю назад привести в порядок обрушившееся крыльцо. Тогда рабочие хотели просто засыпать в яму грунт, таким образом восстановив строение. После многочисленных споров сотрудники компании Караган-Десу пообещали, что все работы будут выполнены, как того хотят жители. Сегодня ведутся работы по восстановлению половины крыльца по адресу Ермекова, 56. А именно, старые прогнившие плиты перекрытия, которые обрушились, а наши бригады демонтируются, будут завезены блоки и будет произведено цементирование. То есть крыльцо будет восстановлено в ближайшее время в том виде, которое оно было до ликвидации аварии. Ремонт рабочая бригада провела, однако некачественно, хотя трудились они ровно одну неделю. По словам местных жителей, плиты положили без раствора. К слову, аналогичная ситуация приключилась 10 лет назад. Тогда разрушенные крыльцо восстанавливать пришлось со своего кармана самим жителям дома. Терпение карагандинцев кончилось, и они намерены идти до конца. Неделю назад сюда приезжали сотрудники ДЧС, представители Акимата и сами коммунальщики, которые пообещали устранить проблему в течение двух дней. Там разрушили металлическую конструкцию, там упали плиты. Мы с ними воевали полдня, пока они все-таки, значит, наши вот эти блоки такие положили и сверху плиты. Как это качественно-некачественно, пошла деформация крыльца. Жители сидеть сложа руки не собираются. Уже скоро возмущенные люди навестят сотрудников администрацию города. Миром Гусал Кимбаева, Бауржан Алипов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Привнемся на рекламу, она пройдет быстрее, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Сотни безработных карагандинцев получили шанс трудоустроиться. Сегодня во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова прошла первая в этом году ярмарка вакансий. Что предлагают безработным и какие специальности нынче в цене, узнавал наш корреспондент. Ярмарку сегодня посетили почти две тысячи горожан. Свободные рабочие места населению предоставили 195 организаций и предприятий города, начиная со сферы промышленности, заканчивая медицинскими учреждениями. Здесь выигрывают все – и работодатели, которые могут подобрать на ярмарке хорошие кадры, и соискатели, которые могут найти работу по душе. Сегодня в Караганде не хватает инженеров, технологов, программистов и врачей. Зато избыток юристов и экономистов. А те, кому не удалось трудоустроиться сегодня, могли оставить свое резюме. Таких сегодня насчитали более трехсот человек. Резюме тщательно обработают и передадут работодателям. Таким образом, безработный не теряет возможность получить желаемое место. Рядышком расположились специалисты из числа местных органов власти. Они разъясняют горожанам о государственных программах, которые реализуются у нас в области. Дорожная карта бизнеса, доступное жилье и занятость 2020. Обо всех инструментах поддержки государства можно было узнать из первых уст. Все, что здесь сегодня происходит, это в первую очередь разъяснение. Потому что люди слышат, люди знают. Но за подробностями и разъяснениями порой бывает некогда ходить. Поэтому мы сегодня максимально здесь организовали все и банки, чтобы все в одном месте вопросы решать. И наши институты поддержки, которые реализуют, администраторы программ, которые реализуют. Чтобы они все в одном месте могли узнать и возможности свои, то, что связано с заработной платой, и непосредственно какие инструменты поддержки есть. А вот одной из участниц ярмарки вакансий удалось по госпрограмме трудоустроиться. Благодаря программе занятости трудоустроивается большое количество молодежи, в том числе и я. В 2012 году я закончила университет имени Букетова, экономический факультет, и устроилась по своей специальности экономистом в спортивную школу легкой атлетики. По словам организаторов, с каждым годом ярмарки вакансий пользуются все большей популярностью среди карагандинцев. Результаты таких мероприятий есть. Сегодня более 200 человек смогли трудоустроиться. Еще несколько десятков горожан получили подробную консультацию по государственным программам. Ирина Кабушова, Тульген Рашидов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде запустят завод по переработке покрышек. Производство позволит обеспечить рынок Казахстана сырьем резиновой крошки и сократить загрязнение окружающей среды. Экологический проект был представлен накануне городскому коордиационному совету по форсированному индустриально-инновационному развитию. Впервые в Карагандинской области старые автомобильные покрышки будут перерабатывать и производить резиновую крошку. Из такого сырья будут изготавливать покрытия для спортивных сооружений и детских площадок. Завод планируют запустить уже в этом году. Стоимость проекта – 4,5 миллионов долларов. Проект подразумевает под собой именно такую экологическую подоплеку. То, что эти тысячи тонн накапливаются ежегодно, никуда не деваются, загрязняют экологию, горят. Теперь с этим будет покончено. Накануне проект представили коордиационному совету. Предприниматели просят власти включить завод в карту индустриализации и обеспечить предприятие инфраструктурой. Еще один проект, который поддержит государство в рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию – завод по производству мельничного оборудования «Генч Кейзет». Турецкие предприниматели планируют обеспечить казахстанские мельничные комплексы техникой местной сборки. Кроме того, в рамках Корсовета прошла встреча без галстуков. Бизнесмены и власти обсуждали наиболее актуальные вопросы в сфере предпринимательства. Это касаемо и по сфере земельных отношений. И тоже один из вынесенных предложений по строительству аллеи предпринимателей. То есть сегодня архитекторам были предложены варианты, в дальнейшем будут обсуждены. Карагандинские депутаты вместе с Советом ветеранов в преддверии майской сессии Гурмас-Лехата посетили сегодня ТЭЦ-3. Руководители самой теплой в области компании отчитывались о проведении отопительного сезона и рассказывали о перспективах развития в 2013 году. Отопительный сезон в этом году закончился несколько раньше запланированного – из-за теплой весны и по просьбе жителей Караганды. С одной стороны, увеличился срок подготовки к будущему зимнему сезону. Но с другой, выплаты за предоставляемую услугу несколько сократились. Однако это никоим образом не повлияло на ход ремонтных работ. На первом и третьих котлах выполнен капитальный ремонт. Седьмой котел в расширенном ремонте. В этом году меняется сетевой насос, что обеспечит стабильность давления. Руководители ТЭЦ-3 рассказали о выполнении инвестиционной программы. Для этого выехали на строительную площадку по расширению производственных мощностей. На этой площадке происходит монтаж фундамента для восьмого котла. Далее будет фундамент под шестую трубину, городилню номер пять. И с завершением в 2015 году этого этапа расширения, установленная мощность карагандинской ТЭЦ-3 достигнет 670 мегалат. Усиленная подготовка к следующему отопительному сезону поможет повысить надежность теплоэлектростанции в целом. Ведь перед Карагандой и областью стоят очень серьезные задачи по социально-экономическому развитию региона. Без стабильной работы по обеспечению энергии и теплом их трудно будет выполнить. Для нас очень важно обеспечение электроэнергии всех как социально значимых объектов, так и обеспечение жителей теплом и в то же время развитие индустриальных зон нашего города. В целом городские депутаты и совет ветеранов положительно оценили работы, проводимые на ТЭЦ-3. Все вопросы народные избранники обсудят и на совместном заседании постоянных комиссий Горма Слихата по итогам выездов. Сергей Высокосов, Бауржан Алибов, 1-й Карагандинский. Патриотический проект Киэли Мурамызгатазы от партии Нуратан стартовал в Карагандинской области. Активную молодежь будут привлекать к прекрасному. Фотовыставки, круглые столы и археологические экспедиции – все это направлено на воспитание в подрастающем поколении чувства любви к родине. Сегодня для школьников организовали экскурсию по историко-краеведческому музею. Областной историко-краеведческий музей отреставрировали больше года назад. Сегодня здесь располагаются 16 экспозиционных залов, которые рассказывают об истории Карагандинского региона, начиная с древних времен и до наших дней. Для активистов молодежных движений и учащихся ресурсного центра провели особенную экскурсию. Помимо демонстрации имеющихся экспонатов, школьникам прочитали лекции, выступили эксперты областного музея. Таким образом, организаторы в лице областного филиала партии Нуратан воспитывают в молодежи патриотизм и стремление опознать традиции казахского народа. Думаю, что будет эффективным мероприятием, потому что данное направление охраны наследия памятников культуры является одним из приоритетных для нашей партии. И это особо отмечается в нашей народной платформе предвыборной. И, естественно, об этом сказал и наш президент в своем послании. Жизнь учащейся молодежи насыщена. Побывать на экскурсии музея иногда попросту не хватает времени. Подобная акция – еще одна возможность не только разнообразить досуг, но и окунуться в историю и культуру родной земли. Я уже бывала в этом музее, но после реконструкции здесь появились новые залы, которые мне очень понравились, в том числе зал с саками. Я думаю, наши ученики должны знать о нашем крае, о том, как развивалась наша история, в том числе и начиная с древнего периода и заканчивая нашим временем. Нужно отметить, что в рамках проекта «Киили Мурмузгат Ахзым» в период с апреля по сентябрь повсеместно пройдут археологические экспедиции, фотовыставки, круглые столы и семинары. Кроме того, партийцы и молодежь займутся благоустройством прилегающих территорий к памятникам истории и культуры. Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы — это «Алюгал». Рефери в центре, кубок на помосте, Сарарка вступила в битву за Братину. В этот вечер переполненными были не только трибуны, но и вип-ложи, где помимо традиционных гостей в лице директора Куба Аргана Нигматулина и представителей местной власти присутствовал премьер-министр Республики Казахстан Серик Ахметов. К слову, будучи акимом Караганинской области, именно по его инициативе был заложен первый кирпич в строительстве нового ледового дворца Караганды-Арена. Что касается матча, то Сарочка выдала очередной классный матч. В этот вечер именно класс и высокий уровень мастерства был очевиден. В нападении караганинский клуб старался действовать творчески и часто старался удивлять оборону Тороса, что, к слову, неплохо получалось. Уже на 16-й секунде матча Илья Малюшкин зажег первую сирену в матче. Эта шайба придала огромный заряд уверенности и без того настроенным хозяевам. Спустя 8 минут с передачи Кокуева и Игнашкина Малюшкин оформил дубль. Но гости не стушевались и тут же через 40 секунд сократили разницу усилиями Артема Гореева. Еще до перерыва Данилин забросил третью шайбу, обозначив самые высокие претензии хозяев как минимум на этот матч. 3-1, команды ушли в раздевалки. Во втором периоде была заброшена лишь одна шайба, которая, к слову, стала и последней в этом матче. Ее автором стал Семен Кокуев. В последние 20 минутки хозяева уверенно довели матч до победы. В этой игре я хочу сказать, что хорошо, что мы выполнили установку тренера, поэтому результат в сегодняшней игре положительный. Самое главное, что сегодня выиграли и серию начали с победы. После матчевой пресс-конференции главный тренер Сарарки Андрей Кирдюшов отметил большое влияние первой шайбы, которая была заброшена на первых мгновениях матча. Финальная игра на колбайку очень высот. Скажем так, от желания лед плавится. Удачно забили первую шайбу, быстро первую шайбу, которую все дела уверены, где-то раскрепостились, повели в счете. Это очень важно в финальной серии. Во втором периоде немножко отдали инициативу сопернику, но выстояли. Ну и третий просто насушили, как бы жить было. Остался еще один матч перед вылетом в Россию, где будет совсем другая атмосфера. Настало время подвигов. Если Сарочка сумеет забрать хотя бы одну игру на выезде, то все станет намного проще. Пожелаем удачи нашим хоккеистам. Кубок уже близко. Верик Апаров, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Караганинский. На этом у меня все. Итоги недели подведет мой коллега Анвар Шаликенов. Завтра в 20.30 в эфире Первого Карагандинского смотрите аналитическую программу Орталык. Приятных выходных. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова